Вместе с Павлом Хасуллиным, как всегда, доброе утро. Доброе утро. У нас сегодня насыщенная программа. Да, у нас сегодня... Простым языком о сложном. Да, вот сейчас я начну со сложного языка. Российские и зарубежные исследователи секвенировали доместицированных лисиц. Это вот так звучит название новости. Да. Сначала требуется перевод на человеческий язык. Значит, ну, секвенирование генома – это разложение генома, то есть расшифровка генома – это достаточно известное уже явление и довольно популярное. Доместицированные животные, соответственно, те, которые одомашнены. А, то есть они разобрались в геноме домашних лис. Да. Вот так. Эксперименты с одомашниванием лис начались академиком Беляевым у нас в Институте цитологии и генетики в 1959 году и выведены уже достаточно, ну, такая обширная популяция этих доброжелательных лис. Я видел недавно в зоомагазине на поводке у женщины. Вы говорили для этого одомашнение. Я не понял, что это… Я говорю, а что это за собака? Это не собака, это лиса. Да. В общем, я был в шок. В общем, это наша новосибирская разработка, и речь сейчас идет о том, что совместно с иностранными исследователями, в том числе с китайскими, с американскими и так далее, междисциплинарные исследования проводятся геномы этих лисиц для того, чтобы определить, какие именно гены определяют их дружелюбность и вот о домашних условиях. То есть они могут жить в домашних условиях. Да, ну, это специально выведенные. Специально. Да. И речь идет именно о том, чтобы, допустим, выявить те же самые гены у родственников их, у волков, у собак. Видишь, потом доберутся, наконец-то, до медведей, и мы будем оправданы перед западом. Просто у нас будут домашние медведи. Ну, нужно, в первую очередь, это интерес научный представляет тем, чтобы определить, за счет чего именно собаки, допустим, стали другом человека 15 тысяч лет назад, ну, или в районе того. И почему лисы до сих пор не стали, да? Ну, нет, почему лисы не стали, мы знаем, ну, потому что это дикие животные. А собаки не были дикими животными? Нет, волк был диким животным, он остался, собственно, волк диким животным. А вот по каким именно причинам собака одомашнилась, вот это другой вопрос. И вот как раз это поможет, возможно, определить. В общем, сейчас уже хорошо продвинулись на этот счет, и, возможно, скоро будет ясность целиком в том, какие конкретные генетические предрасположенности есть у различных животных. И можно ли того или иного животного дикого одомашним? Секвенировать мы теперь будем говорить, правильно? Нет, секвенировать... Ой, нет, как это называется? Доместицировать. Доместицировать, вот, уже запуталась. Ну, ничего, я разберусь, я выучу, я точно. Для меня это сингулярность. Давайте про бобров. О, бобры, да. Бобры подпустили его метаном. Мне очень нравится заголовок. Как они это сделали? Ну, значит, бобры пускают метан, естественно, везде, где они проживают, поскольку речь идет о евразийском бобре, который живет у нас, собственно, в Сибири. И это исследование проводилось учеными томских вузов политехнического и томского госуниверситета. Значит, совместно, опять же, с иностранными исследователями, в том числе с канадскими, потому что они исследовали канадского бобра. Известно было уже до этого, что канадский бобер производит большое количество метана и углекислого газа. Производят они за счет своей деятельности активной, то есть, с пристроения своих хижин, плотин и так далее. Таким образом они улучшают здоровье экосистемы? Таким образом они действительно могут влиять положительно на здоровье. Вот исследование томских ученых показало, что они улучшают, не ухудшают, а улучшают здоровье экосистемы, и охранять бобров очень важно, поскольку они создают определенные условия для развития других организмов на реках и позволяют таким образом ускорить некоторые процессы сформирования сложных экосистем вот конкретно в том месте, где они проживают. Поэтому охраняйте бобров, они важны. Не надо их в пост кушать, мастер-рога. Ну и давайте еще сразу же тогда про Биодизель, потому что сегодня отмечается... Это исторически уже начинается событие. Да, сегодня отмечается Международный день Биодизеля. Почему он именно в этот день? Потому что, собственно, 10 августа в 1893 году Рудольф Дизель запустил первый свой агрегат, построенный по этому принципу дизельного двигателя. Правда, есть легенда о том, что он работал на арахисовом масле. Да, да, я про это говорю. Да, в Википедии такая информация приводится, но это на самом деле вранье. Серьезно? Он был на ископаемом топливе сделан. Ну, то есть нормальный дизель, который используется сейчас. Чем Биодизель отличается? Биодизель может использовать растительные и животные масла. И это еще в начале 20 века в разных странах проводились эксперименты по использованию животных и растительных масел для того, чтобы производить дизельное топливо. Однако все эти эксперименты, они были малоэффективны, поскольку биодизели, они менее продуктивны, чем ископаемые топлива. Поэтому всячески пропагандируется этот вопрос о существовании. Ну, то есть биодизели есть, существуют, и сейчас более эффективные двигатели существуют. И, конечно, лучше использовать биологические, опять же, такие компоненты для получения биодизеля. Но мы в прошлый раз разговаривали как раз о том, что из соломы можно делать какие-то топлива. Да, это лучше, чем использовать ископаемые, но, опять же, это не улучшает экологическую обстановку в целом. То есть нужно использовать возобновляемые источники энергии, а не сжечь углеводороды. Короче, главное, что сегодня русскому человеку есть что отметить. Да. Продолжим разбираться после рекламы. Вместе с нашим научным популяризатором Павлом Хаснулиным мы продолжаем разбираться и сейчас снова заглянем в историю. Да, заглянем в историю. Вчера, 9 августа, отмечать, можно так сказать, грустную годовщину в 45-м году американцы сбросили бомбу Фэтмен, то есть в переводе Толстяк, на Нагасаки. И таким образом уничтожили город. Тем не менее, это событие имеет непосредственное отношение к научным разработкам, про ядерную энергетику, ядерную физику. Что касается конкретно этой бомбы Толстяка, она была имплазивного типа, это была третья бомба такого типа, вообще произведенная когда-либо в мире. И, соответственно, взорванный этот был, третий взрыв. Имплазивный принцип, это когда взрыватели находятся во внешнему периметру заряда, и, соответственно, они взрывают, сдавливают энергию внутрь, как бы, и потом, соответственно, энергия уже, детонация, то есть распространяется от центра во все стороны. В отличие от первой бомбы, которой малыш был, который сброшен был на Хиросиму, где была... Те-то, кстати, заряд был пушечного типа, по принципу, то есть одна поверхность ударяется, а другую разрывается. Вот. Ну, то есть они испытали два типа... Точнее, в боевом уже виде испытали два типа ядерного оружия, и, соответственно, таким образом завершили, можно сказать, Вторую мировую войну со своей стороны, но зато погубили очень много людей, совершенно не имеющих к этому отношения. Вот. Поэтому будем помнить, что наука это прекрасно, однако она зачастую используется впервые далеко не в мирных конструктивных целях. Вот. Отчет НАСА ставит под сомнение о будущем МКС. Да. Есть... Значит, был на днях опубликован очередной отчет НАСА о всей деятельности, связанной с Международной космической станцией, не только, но вот конкретно про Международную космическую станцию. Расчеты говорят о том, что использование Международной космической станции нерентабельно, и для государственного бюджета США это уже неподъемные расходы, там, порядка 4 миллиардов долларов ежегодно. Значит, ну и есть возможность того, что американцы вскоре откажутся от финансирования проекта, а это в свою очередь будет означать заброшенность станции, потому что Роскосмос в одиночку не потянет этот проект дорогостоящий. Ну и перспективы перспективы пока не радужные, поэтому нужно опять же относиться к этому со здравым смыслом, можно сколько угодно гордиться достижениями советской космонавтики, однако реальность российская удручает. А что, даже китайцы не помогут? Китайцы строят свою станцию, у китайцев есть все свое, и зачем им примазываться к таким дорогостоящим и ненужным проектам, они будут делать свое. конечно, можно на что-то рассчитывать, но, допустим, те же самые НАСА в своем отчете говорили о привлечении коммерческой космонавтики сюда же, но это тоже маловероятно, потому что самая богатая сейчас частная компания SpaceX, она тоже не потянет таких бюджетов, чтобы, да и вообще маску интереснее на Марс летать, чем сюда 200 километров от Земли, собственно, ненужные абсолютно. Ну, зато потом устроят когда-нибудь много лет спустя экскурсии на заброшку в космосе. Ну, да, если она еще останется там летать. Давайте к следующему событию. Давайте. Ой, наконец-то ученые определили главную причину смерти мужчин в России. Да, это очень важно, вот в отличие от того, что большинство людей считает, что стереотипы, что в результате травм или в результате аварий, ДТП или сердечно-сосудистой заболеваемости, онкологии, да. На самом деле в России среди мужского населения вот это исследование было проведено при участии ученых из высшей школы экономики и других институтов, опубликованных в журнале Международной журнальной эпидемиологии, значит, основной причиной смертей среди мужчин в России является алкоголизм. и в основном он возникает в результате употребления крепких спиртных напитков с высоким градусом. В отличие от тех стран, в которых вообще употребление алкоголя выше, например, в Средиземноморской Европе, где принята культура употребления вина и так далее, у них нет такой зависимости. А в России именно высокое употребление крепких спиртных напитков и это очень важно понимать, что именно использование крепких спиртных напитков в первую очередь приводит к алкоголизму и его крайним проявлениям, которые в свою очередь ведут к большому количеству проблем с сердечно-сосудистой системой, с желудочно-кишечным трактом, со всеми вообще органами и системой, плюс суициды, печень и почки, суициды, травмы и убийства также возникают на этой же почве. Поэтому привлекаем всех внимания к проблеме в борьбе с алкоголизмом, к профилактике возникновения каких-либо проявлений этой серьезной проблемы. Вот как-то уже даже вечера не хочется теперь уже, все, мотивация пропала вечера, пятница ждать. Хотя я же не мужчина, мне можно... Вечером зато можно посмотреть на звездное небо и особенно, если выехать за город, наблюдать уже традиционные персеиды, да, это метеоритные дожди, метеорные явления, которые на южном небе особенно хорошо видны. лучше выезжать за город, потому что в городе, естественно, засвет происходит, а вот если выехать чуть-чуть в поля, то можно в течение всего середины августа наблюдать красивые явления. Пик активности написано ночь на 12 августа. 12-13 августа будет пик и, соответственно, больше в Сибирской области как все будет хорошо. Но надеемся, что погода будет сопутствовать. Спасибо, все понятно, все полезно. Международный день коренных народов это тоже вам просто как информация, как в прошлый раз сегодня вспомнить о том, что у кого будет отмечаться международный день коренных народов и привлечение внимания к тому, что есть очень много коренных народов. Индейцы, эскиносы. И наши северные народы, и южные тоже. Все успели. Мы молодцы. Павел Хаснулин, наш научный популяризатор, как всегда. Спасибо. А, пожалуйста. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин